Начинаю свой обзор без видео. Матчи евроотбора на чемпионат мира в Катаре, которые состоялись 11 октября 2021 года. Сразу группа H. Россия не только выиграла важнейший выездной поединок в Словении 2-1 и вышла в единоличные лидеры, но и уже обеспечила себе, как минимум, плей-офф с прекрасной перспективой попасть в Катар напрямую с первого места. Не помогло Словении и то, что играла в Мориборе, считавшейся для России невезучим. Все решилось в четыре ударные минуты до перерыва. Сначала после подачи углового Дивеев затылком поразил цель на 28-ой минуте, а потом Джикия продемонстрировал всему миру футбольную джигетовку и в падении через себя поразил цель под перекладину. Словенцы еще до перерыва счет сократили, даже сравняли счет на 75-ой минуте, но с офсайда. Россияне по ходу второго тайма проводили очень опасные контратаки и вполне могли забить, если бы не какое-то патологическое желание буквально затолкать мяч в сетку ворот, разыграть мяч до верного. В итоге все российские атакующие потуги оставались без завершающего удара, но главное это победа 2-1. Тем более, что в параллельном матче хорваты провисели на воротах Словакии, но так и не смогли вырвать победу 2-2, хотя третий гол забили под занавес, но его отменили. Кипр и Мальта тоже сыграли 2-2. В итоге Россия единоличный лидер, 19 очков, Хорватия 17. Между ними и разгорится вся борьба, остальные уже играют ради престижа. 11 ноября играют Россия-Кипр, Мальта-Хорватия, Словакия-Словения. В группе Q Армения проиграла битву за второе место Румынии. Не помог армянам и их лидер, звезда мирового уровня Генрих Мхитарян. Хозяева забили на 26 минуте Александру Митрице 1-0. Матч изобиловал предупреждениями 7, причем 5 у горячих парней из Закавказья. В двух остальных матчах группы Q уверенно выиграли те, кто и должен был сие сделать. Немцы после перерыва порвали в гостях Северную Македонию. Хаверц, дважды Вернер и Муссиала довели разгром до 4-0. С таким же счетом дома Исландия наказала Лихтенштейн. Теперь 11 ноября сыграют Армения-Северная Македония, Румыния-Исландия, Германия-Лихтенштейн. Немцы уже могут паковать чемоданы в Катар 21 очко, Румыния-13, Северная Македония и Армения по 12. Но армянам в последнем туре принимать немцев, так что думаю их ковчег уже прибило Карарату, что от Катара далековато. В группе G все претенденты на чемпионат мира победили. Правда, туркам это удалось только благодаря пенальти на 99 минуте. 2-1 в Латвии. Норвегия уверенно обыграла Черногорию 2-0, а Нидерланды без проблем разобрали на сувениры скалу Гибралтара 6-0. В итоге оранжевые лидируют 19 очков, Норвегия 17, Турция 15. Правда, в этой группе все может в любой момент перевернуться с ног на голову. 12 ноября играют Черногория-Нидерланды, Норвегия-Латвия, Турция-Гибралтар. И наконец, в группе E Беларусь в российской Казани пропустила по голу в каждом тайме от Чехии 0-2. А Эстония на своем поле быстро пропустив на 12-ой минуте уступила Уэльсу 0-1. Здесь Бельгия 16 очков, Чехия и Уэльс по 11. 13 ноября играют Уэльс-Беларусь, Бельгия-Эстония. Болеем за наши команды. С вами был Саныч, до новых встреч.